Сегодня Законодательное собрание области определилось с тем, как ульяновцы будут жить в следующем году. Парламентарии во втором чтении утвердили главный региональный финансовый документ. К принятию бюджета предшествовала работа над основными показателями в комитетах, обсуждения в общественной палате, консультации с простыми жителями. Было и первое чтение, на котором утвердили доходную часть. На втором заседании по бюджету говорили о самом сложном, о расходах. В целом расходы у нас на 2018 год предусмотрены 47,6 миллиарда, то есть плюсом 6,5 миллиардов к первоначальному бюджету 2017 года. И, конечно же, приоритетами в расходах были указы президента о повышении зарплаты, указы губернатора Ульяновской области о повышении зарплаты. Это все нашло свое отражение в бюджете. Перед началом рассмотрения с посланием перед депутатами выступил губернатор Сергей Морозов. Глава области в очередной раз отметил сохранение социальной направленности бюджета. Средства будут направляться на развитие человеческого потенциала. Это станет одним из важнейших новшеств принятого документа. Мы не сводим его, как в предыдущие многие годы, к планам на выживание. Наше будущее более амбициозно. Как когда-то говорил Владимир Ильич Ленин, надо уметь учитывать момент и быть смелым в решениях. Наша мечта и цель, к которой мы стремимся и ради которой работаем, это общество социального благополучия с высоким благосостоянием и качеством жизни, счастливыми людьми, с возможностью реализации творческого потенциала для каждого жителя нашего региона. Кто своих нуждых знает лучше, как не сами жители области. Поэтому при разработке бюджета было уделено большое внимание исполнению наказов избирателей. Это бюджет, который впервые дает нам надежды на перспективы очень серьезные. Он дает нам перспективы. Это бюджет, который впервые составлен с профицитами. И, конечно же, это бюджет, который полностью основывается на наказы избирателей. Удельный вес расходов на социальную сферу составляет более 70%. Сфера образования – одно из важнейших направлений будущего финансирования. Станут открываться новые детские сады, школы и учреждения дополнительного образования, как уже построенные, так и введенные после капитального ремонта. Наш детский сад номер 6 был закрыт в связи с аварийной ситуацией. Дети были распределены в другие дошкольные учреждения, также и сотрудники. Выделены нам более 70 миллионов на капитальный ремонт зданий. При этом важно отметить, что деньги выделяются не просто на открытие новых образовательных учреждений, но и приведение к современному мировому стандарту. Такое будет строящаяся школа в микрорайоне Юго-Западный, который уже в следующем году встретит своих первых учеников. 1 сентября 2018 года будет открыто совершенно новое учреждение, мы его называем «Школа будущего», с лабораториями, с большим количеством цифрового оборудования, большой материально-технической базы, очень дорогой. И также мы благодарны нашим депутатам, потому что они одобрили выделение 178 миллионов рублей на оборудование для новой строящейся школы. Следующий год в Ульяновской области будет посвящен развитию умных информационных технологий. И поэтому нет ничего удивительного в том, что цифровизация и компьютеризация находятся в числе приоритетов. Концепция умного региона, которая уже широко обсуждалась и насыщена конкретными мероприятиями и событиями, является чрезвычайно важной. Причем для меня важно, что осознают, что под эту концепцию нужно подготовить общество и подготовить кадры. И поэтому серьезные мероприятия предусмотрены для того, чтобы нам развивать подготовку кадров в новых областях. Цифровизация даст ощутимые результаты в экономике области. В этом пункте происходит пересечение социальной сферы и так называемого реального сектора. На поддержку промышленности и сельского хозяйства предусмотрено 16,5% от общего объема расходов. Но такое распределение финансов нельзя назвать окончательным. В течение года будут поступать дополнительные доходы. А значит, эти средства можно направить на социальные нужды жителей области. Егор Тстов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.